Вы можете задавать наводящие вопросы, которые подразумевают ответ, да или нет? Да, 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 кто знает. Ребята, давайте для честности эксперимента, те, кто эту загадку, которые вы знаете, проверить свою логику, хорошо? Ну ладно. Я просто вижу, что многие уже дадут. Итак, в доме нашли повешенного поэта. В комнате, в которой его нашли, не было никаких предметов абсолютно, были высокие потолки и не было никаких окон. Дверь была заперта изнутри. Важно, на каком предмете ли я повесился? Важно, как он смог это сделать. Потолки высокие, никаких предметов нет. Одежды на нем не было. На него нет. А его рост имеет значение? Нет. Он был обычным. А имеет значение, что он был поэтом? Нет. Он мог быть художником, архитектором первого года. Нет. А что? Может, его оборвайку седом? Имеет значение, как он был национальностью? Нет. Имеет значение, что дверь была заперта на крючок? Ну, изнутри. Да, имеет. Ну, потому что никто не мог этого сделать, он сам это сделал. Потому что он на ручки дверью повесился? Нет. Как это получается, просто закрытая комната? Да. Абсолютно. Да, сказал. Обратите внимание на то, что его нашли через несколько дней. Ваша задача понять, как он мог это сделать, если потолки высокие, а никаких предметов нет. Нет. Не знаю, мы же Хладима Киришинский. Обожаю. А окна? Нет, а окна еще раз. Нет, окна. А через несколько дней после того, как повесился? Да. Он был жив, нет? Нет. Нет. Я хочу подсказать. Можно я подсказать? Да. Потому что дети все-таки у нас нормальные, с туисцидом не связанные. Для того, чтобы повеситься, надо обязательно на чем-то достоять. Ну это он не знает. Абсолютно. А коли мясо, кто-то ему подает, он съедает только мясо, достает револьвер и застреливается. Кто у меня сдали все? Терентьева, Степанова, они не сдали. Так, Терентьева сказала, что завтра подойдет, а Степанова тоже я не сдала? Нет. А у меня вы едете. Куда вы едете? Да, Степанова. А с кем? Моя с удовольствием. Терентьевины. Ой, где-то она. Итак, я раздаю вас. Не пиши ничего, только говори мне. Это вообще нам садить. На импо. А нет, давай садить. Нет, давайте вот так. Итак, искусство, сочетающее художественные изделия, имеющее практическое назначение в БСУ с декоративной образностью. А, декоративно-бекладное искусство. Как называются знаки, обозначающие воду, солнце и землю? Водные. Солярные знаки. Солярные. Солярные знаки. Как называются постройки дерева, мальчики? Архитектура, зодчество. Зодчество. Признай доска, забивающая выход слег на фасад. А, декоративно-бекладное искусство. Так, орудие для ручного принято. Спасибо. 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 Да, стоял. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...